О них я уже, кстати, рассказывал не так давно, ну, как не так давно, может, около полугода назад, может быть, около FPS падает, всё фризится, всё проседает. Потом был ещё второй этап OB10 на всём этом бриллиант роли-плей. Давайте посмотрим одиночные баги, то есть у кого-то он есть, у кого-то его нет, кто-то там, допустим, нажимает кнопку Alt. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Этот ролик, знаете, будет максимально короткий, потому что рассказывать тут особо-таки нечего. Открытое бета-тестирование на бриллиант РП прошло в целом неплохо. Ну, то есть, неплохо, там, нехорошо и неплохо. Ну, типа, вот как-то так. Ну, типа, всё, до свидания, это самый... Ладно, ладно, второй раз или третий, или сколько раз я за всю свою вот эту вот деятельность GTA сам пью-тубер, хотя, разумеется, никакой не GTA сам пью-тубер. Я где-то там, знаете, посередине, либо даже вот отдалённый от всего этого. Но ладно, а это тема отдельного подкаста. Потом меня, может быть, Ангел Касада на него позовёт, может быть, на какое-то интервью он меня позовёт. Там я всё вот, все карты-то, в общем-то, раскрою. Кто я такой, что я такой. Можете посмотреть видеоролик, кто такой Задан Семён на этом канале. И там вы тоже вот много чего поймёте. Однако, ладно, сегодня мы более детально обсудим открытое бет-тестирование на Brilliant Roleplay. Если честно, тут можно рассказывать то, что у них получилось, и то, что у них не получилось. Но зачем всё это нужно? Ведь куда проще рассказать то, чем были довольны люди, чем люди были недовольны. Ну, наверное, это то же самое, просто я это немного перефразировал. Как знаете, когда вы пишете какую-нибудь курсовую работу, либо же дипломную, и копируете с каких-нибудь источников все вот эти вот, там, я не знаю, слова, термины, то, как они изложили понятия всей вашей темы, вы постоянно подбираете синонимы. И тут вот я сделал нечто подобное. Но, ладно, дело всё в том, что с самого начала Brilliant RP вроде как зарекомендовали себя хорошо. Потому что, вы знаете, сделать стабильный клиент, который бы не вылетал, который стабильно бы, там, знаете, скачивал файлы игрокам, которые, там, они бы смогли принимать, из которого они бы могли спокойно заходить. И у них это удалось. Потому что, изначально, вот, порог вхождения, это справиться с клиентом вот этих вот всех серверов. Вот у Arizona RP, допустим, случилось много косяков в клиенте, в работе клиента, во всех прочих вещах. И, по-моему, до сих пор какие-то определённые косяки у них там есть по поводу вот всего этого. О них я уже, кстати, рассказывал не так давно. Ну, как не так давно, может, около полугода назад. Может быть, около, там, не знаю, месяцев десяти назад. И вот сейчас, медленно-медленно, они всё это начали фиксить, начали всё это исправлять. И, в целом, ну, вот как-то, как-то так они всё это начали делать. Хорошо, замечательно. То есть, всё начали исправлять, всё начали делать. Но давайте вернёмся к бриллиант RP. Что у них-то там? Что у них-то там случилось? Игроки жаловались на то, что сервак зафулился сразу. И, то есть, было сложно войти. Кто-то там, может быть, как-то вылетал. У кого-то там были какие-то вот эти вот все прочие вещи. Факт был в том, что ажиотаж был бешеный. То есть, я даже не ожидал. Сервак был забит полностью. И, разумеется, в таком большом онлайне, в таком большом скоплении людей, некоторых могло украшить, некоторых могло вылетать. Разумеется, это всё частные случаи, о которых мало кто знает, о которых мало кто располагает и так далее. Но давайте обратимся к моему любимому новостному изданию. Что же они-то написали по поводу всего этого открытого бета-тестирования? Первый день ОБТ на бриллиант роли плей завершился. Прошло, но очень успешно. Был забит полностью один сервер. Основные баги были с интерфейсами, которые уже вроде исправили. И тут вроде бы да. Но были ещё некоторые баги. То есть, я смотрел видеоролик человека, он говорил, что когда едет на скутере, то FPS падает, всё фризится, всё проседает. Видимо, это из-за того, что прогружается вся эта карта, и вообще непонятно, что там с ней происходит. И телефон, пиздец, нагревается, блять, всё лагает, всё хуёво. А потом он подумал, что всё это у него. Зашёл в конфу чуваков за бриллиант РП. Я сейчас ссылаюсь на тот видеоролик. Зашёл в конфу чуваков за бриллиант РП, и они все пишут то, что, мол, ну у всех такая хуйня со скутером. На данный момент я не знаю, исправили они это или нет. Но это был первый день ОБТ на бриллиант РП. Потом был ещё второй этап ОБТ на всём этом бриллиант роли плей. Давайте посмотрим, как его-то описали, как вот его описал Лайф Мобайл. Начался второй этап ОБТ на бриллиант РП. После первого этапа были исправлены все баги, в скобочках, которые нашлись на первом этапе. Ну, типа, это ж понятно, вы чё-то для дебиловы. Ну, хотя, ладно, кто ещё может быть подписан на Лайф Мобайл и на полном серьёзном всё это читать, думая, что это пиздатое новостное издание, неважно. И добавлено много чего. Чего, если честно, не уточняется. Непонятно почему. Почему? Напомним, что открытие произойдёт 19 декабря в 16.00. То есть, до этого, разумеется, были вот открыты бэт-тестирования. То есть, все всё протестировали, у всех всё вроде как было хорошо. Были некоторые такие, знаете, какие-то, ну вот, одиночные баги. То есть, у кого-то он есть, у кого-то его нет. Кто-то там, допустим, нажимает кнопку Alt, садится, и персонаж сразу встаёт. У кого-то этого не было, кто-то просто садился, у кого-то всё было нормально. В каких-то определённых местах персонаж садился, и типа всё было хорошо. В других местах он вообще, блядь, ни у кого не садился. То есть, а человек нажимал кнопку Alt, и пиздец, и вообще он вставал сразу же. То есть, ну, разумеется, что это такие, знаете, баги первого дня. Вот когда первый раз всё это открывается, разумеется, всё это есть, всё это, типа, присутствует. Тем более, что это открытое бета-тестирование. То есть, это ещё не открытие. Это просто чуваки зашли всё это потестировать. И, разумеется, отыскали немало багов, которые сейчас весь этот бриллиант ролеплей уже исправляет, вроде как, я надеюсь. И, по всей видимости, на открытии 19 декабря, там, во сколько, в 4 часа, всё это уже исправят, чуваки зайдут, и, типа, всё должно быть хорошо. Ну, для меня вообще стало открытием, что на ОБТ сервак полностью забит. То есть, столько людей, которым просто не лень потратить своё время для того, чтобы всё это протестировать. Ну, лично для меня это было как-то в дикость, что ли. Я думал, чуваки, вы серьёзно? Вам всё это делать не лево? Вы серьёзно заходите туда, и всё это начинаете тестировать? Вы чё, вы на полном серьёзе вообще всё? Потому что, лично, мне кажется, что это какие-то, блядь, рофлы. Ну, ладно. Всё протестировали, всё сделали. И, если честно, то мои пессимистические, таки, знаете, настроения по поводу бриллиант ролеплей, они отходят на второй план. Видимо, всё-таки после продажи всего этого даймонд ролеплей, Тони Баррера, так, знаете, упорно занялся бриллиант ролеплей. И сейчас, ну, бриллиант ролеплей, видимо, составит конкуренцию Блэк Раши, потому что многие люди пишут, что Блэк Раши уже всем надоело. Почему так случилось, непонятно. Видимо, сейчас будет, знаете ли, конкуренция не Блэк Раши и какого-нибудь там RedMir Mobile, RedMir на Android, всего прочего, а будет именно конкуренция вот Блэк Раши и Бриллиант РП. То есть, посмотрим, кто кого. Потому что ажиотаж бешеный. Разумеется, 9 серверов с общим онлайном, 9 тысяч человек против, типа, одного сервера Бриллиант РП, это такое себе. Но я думаю, что если, знаете ли, рекламная политика у Бриллиант РП будет хоть немного получше, чем у Даймонд Ролеплей, как у такого, знаете, старшего собрата, то, разумеется, Бриллиант Ролеплей ждет какой-никакой на успех. Потому что ажиотаж дикий. Хоть на роликах на Ютубе это и не сказывается, да и я вообще мог бы предположить, что все это боты, но давайте обойдемся сейчас без конспирологических теорий, потому что мы этого еще все успеем сделать. Давайте порадуемся за людей, что вот такой ажиотаж к их проекту вообще происходит. И, типа, ну, я думаю, что у них все получится, и Тони Баррера найдет себя сейчас в таком, знаете ли, телефонном бизнесе с вот этими вот всеми GTA КРМП на телефон. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona Roliply Phoenix. Вся дополнительная информация находится в описании под данным видеороликом. Заходите туда. Там же в описании ссылочка на мой телеграм-канал, и все прочие вещи там также есть. До свидания, пока, и всего хорошего вам на веки вечной. На веки вечной и не на веки... Ну, в общем-то, я думаю, что вы меня поняли. До свидания всем, наверное.